У нас есть данные полигоны на территорию Башкирии. Это муниципальные районы, и для каждого из них, на самом деле, у нас есть не только контуры. Сейчас давайте я сделаю так, чтобы у меня всплывающие окна были только для слоев, которые можно выбирать. Кстати, тоже очень удобная опция Argus Pro. Для каждого района у меня есть его, естественно, название, статус. И то, что меня интересует, это количество автомобильных дорог. Общая протяженность в километрах с твердым покрытием и с усовершенствованным покрытием. Итак, я хотела бы эту информацию отобразить на карте. Начнем с самого простого. То есть я выбираю слой, для которого я буду настраивать символы. Во-первых, все-таки некоторая прозрачность, чтобы смотрелось это получше. И я выбираю градуированную шкалу по нужному мне параметру. Общее количество автодорог. Но сейчас у меня получается, это может вызвать некоторые подозрения, то, что у самого большого полигона самое большое значение. Действительно, такого типа информацию правильнее нормировать по какому-либо показателю. Ну, логично по площади. Она у нас измеряется в квадратных километрах, и вот картина уже немного изменилась. Можно использовать предустановленные методы разбиения на классы. То есть по умолчанию всегда предлагаются естественные интервалы. В общем-то, при этом анализируется статистика распределения значений. И это, правда, наверное, один из самых удачных методов. Есть квантиль, равное расстояние и так далее. Вы можете выбрать свой. Ну, у нас сейчас картина какая-то очень однообразная. Увеличим число методов немного. Стало немного разнообразнее, но если мы посмотрим внимательно на надписи, то они у нас очень-очень дробные. Дело в том, что площадь хранится в квадратных метрах, и поэтому значения такие неудобные. Здесь я воспользуюсь снова возможностью настройки через выражение аркада. То есть я не создаю новое поле, в котором что-то рассчитываю. Я просто загружаю уже заранее подготовленное выражение. Не обязательно каждый раз вводить формулу. И умножаю на нужное число. То есть теперь давайте я закреплю символы. Надписи стали уже более понятными. Это сколько километров автодорог приходится на 10 квадратных километров. Давайте я еще выберу немного другую цветовую шкалу. Итак, что мы видим? Есть территории с самой темной заливкой. Это на самом деле городские округа. Поэтому неудивительно, что там этот показатель максимальный. Однако же, если мы посмотрим, например, на эти районы, не факт, что у них абсолютно идентичное значение. И хотелось бы немного более ранжированно увидеть распределение числа автодорог. Конечно, мы можем увеличить количество классов до какого-то невразумительного значения, но это будет выглядеть немного странно. Попробуем использовать другой метод. Это отображение того же самого показателя, но без разбиения на классы по единой шкале. Сейчас картина снова стала какой-то очень однообразной. Это связано с тем, что у нас данные распределены немного нестандартным образом. Те самые высокие значения у городских округов, которые мы видели, то есть максимальное значение, если мы посмотрим на статистику, больше 30, а при этом среднее значение в районе 4. Стандартное отклонение 5,94. Давайте мы сдвинем наши символы так, чтобы увидеть больше деталей в интересующей нас области. Теперь, мне кажется, я немножко переборщила. Вот так вот. И теперь что мы видим? У нас все так же выделяются городские округа. Мы сразу видим фиолетовым цветом. Показаны те территории, в которых совершенно ожидаемо, значение показателя максимально. Вручную, меняя с помощью слайдера положение границы этого яркого цвета, мы можем добиться нужного нам изображения. И сейчас даже для тех районов, которые у нас изначально попали в один класс, мы уже видим разницу между ними. Еще немного по созданию красивых карт. То есть я уже добилась информативного отображения, теперь хочу навести лоск. Границы контуров у меня показаны простым серым цветом. Я хочу сделать их более визуально приятными. И использую символ. Символ непростой. То есть пока у меня ничего не изменилось на карте. Но если мы посмотрим в более подробное описание этого символа, у него есть два слоя. Серый цвет, который мы видим сверху. И снизу есть еще один слой. Это белая линия. Для нее я настрою небольшое смещение. Пока я не нажала кнопку применить, на карте ничего не меняется. То есть у меня есть возможность предпросмотра символа. Вот как все будет выглядеть. И теперь применяю. Выглядит не очень эстетично и не очень красиво. Это не то, чего я хотела добиться. И здесь мне поможет то, что разработчики называют настоящей истинной прозрачностью. В ArcMap вы можете настроить прозрачность всего слоя. Argus Pro позволяет вам также настроить прозрачность конкретного цвета. То есть я хочу, чтобы на самом деле этот белый цвет был намного более прозрачным. И теперь у меня границы, которые подчеркивают границы между округами. И выглядит действительно намного более симпатично. Итак, мы с вами посмотрели то, что касается настройки просто внешнего вида. Но карты в GIS это не только картинка. Это также интерактивная информация. В частности, для каждого объекта во всплывающем окне я могу увидеть его описание. Это тот же самый слой, в который мы смотрели, где у нас был просто перечень слоев. Здесь я могу также представить ту же самую информацию с помощью, например, текста, где выделенные цветом значения автоматически подтягиваются. То есть если я выбираю другой полигон, у меня меняется название и протяженность автодорог. При этом есть комментарии, что это общая протяженность автодорог общего пользования, местного значения, который находится в собственности региона. Также сюда добавлена гиперссылка на сайт, с которого была получена эта статистика, Федеральная служба статистики, Росстат. И я хотела бы еще немного настроить мое всплывающее окно. Так как у меня есть три показателя, в принципе, глядя на цифры в тексте, я уже могу примерно понять, что дорог с усовершенствованием покрытием здесь сильно меньше. Но, конечно же, наглядное представление в виде диаграммы было бы намного лучше. Я добавляю диаграмму, меняю ее название, чтобы сейчас долго не печатать, я себе позволю скопировать это значение. И также подзаголовок, где будет указано, собственно, что это за столбцы. Да, и, конечно же, неплохо бы выбрать еще те столбцы, которые меня интересуют. Это будут все дороги с твердым и усовершенствованием покрытием. Как вы видите, результаты сразу отображаются на карте. У меня не открывается большое число диалоговых окон. Если я что-то забыла сделать, как сейчас, мне достаточно просто передвинуть карту, и у меня уже обновилось всплывающее окно. В частности, например, для района Уфы у меня число дорог с усовершенствованием покрытием, как ни странно, максимально близко к общему числу. Если взять другой регион, картина сразу же меняется. Теперь перейдем к более детальным данным. То есть у нас есть статистика в целом по муниципальным образованиям. Но также я хотела бы уже при переходе непосредственно к самому региону узнать, где находятся конкретные заправки. Для каждой заправки у меня есть, опять же, дополнительная информация. Это та сеть, к которой относится эта заправка, сколько всего АЗС этой сети находится на территории республики и количество посещений. Это данные, которые с помощью анализа больших данных были получены. Уже видим, где располагаются точки, но, наверное, это все-таки не самый наглядный вариант. Для того, чтобы отобразить плотность этих точек, мне даже не обязательно запускать инструмент геообработки для расчета плотности. Я могу использовать метод отображения тепловая карта. Я думаю, что он всем, в общем-то, знаком. Причем эта тепловая карта, она динамическая. То есть, если я меняю масштаб, у меня картина обновляется. Можно поменять значение радиуса. У нас контуры немного перестроятся. И также сейчас у меня показывается просто плотность размещения заправок, просто плотность точек. Если я хочу добавить также вес, чтобы можно было видеть не просто, где расположены АЗС, но также и, по сути, ранжировать их по числу посещений, картина у меня сразу меняется. Такой метод достаточно удобен для того, чтобы получить общее представление о распределении каких-либо объектов на интересующей вас территории. Теперь мы перейдем к более подробному варианту. Это то, что чуть раньше я вам уже показывала. Мультимасштабные символы. Они автоматически меняются в зависимости от того, какой масштаб я сейчас устанавливаю. Если мы посмотрим более подробно, то для каждого символа, давайте я даже немного разверну, символы назначаются по категориям. То есть у меня применяется многим привычный метод, когда вы берете все значения или нужные значения из какого-либо поля. Я использовала поле названия. И в зависимости от этого используются необходимые значки. Но дальше я могу указать, что по умолчанию значки, которые были, кружки такого размера, разных цветов, как только мы переходим к масштабу 72 с небольшим 1000. Собственно, давайте я его здесь выберу. Значки автоматически меняются. У меня используется уже следующий вариант отображения. При этом вся информация автоматически подтягивается из моих атрибутов. Такого рода мультимасштабная карта, она, естественно, существует у вас не только в десктопе. Когда вы настроили всю карту, следующее, что часто бывает по заключительным шагам, это публикация в веб. Вы можете взять эту карту со всеми сложными настройками, с этими масштабными символами, и опубликовать в Argus Online или на ваш собственный геопортал. Все настройки сохранятся и будут видны пользователям через обычный браузер. И еще маленькая минутка рекламы. На случай, вдруг вы не заметили, что сейчас в качестве подложки у меня используется всем, в общем-то, знакомая карта Яндекса. Это хорошая новость, то что сейчас Яндекс.Карты можно использовать на корпоративных условиях, лицензию непосредственно в продуктах Argus. Если нужны будут подробности, обращайтесь, расскажем, как это можно сделать.